Друзья, приветствую вас на канале Хоббит Варгеймер, с вами Хоббит и это Вархаммер Дейли, ваша регулярная доза новостей и прочей информации о Вархаммер. Сегодня у нас 18 сентября, понедельник, неделя стартует, считаю, достаточно мощно, потому что я, естественно, уже ознакомился со всеми новостями за прошедшие выходные и за сегодняшний день. Поэтому приглашаю вас всех на сайт Вархаммер Комьюнити. Давайте смотреть, что же у нас произошло и какие статьи и новости вышли. Субботние предзаказы. Смотрим, что можно предзаказать и заказать, начиная с прошедшей субботы. Это вторая книга, второй том, Reign of the Brood называется, Warhammer Age of Sigmar, Dawn Bringers. Это такая серия книг, что-то типа книг, знаете, Psychic Awakening, Warhammer 40,000 или Ark of Omen, если не ошибаюсь, как так называлось. Да, это кампейн, который вот будет идти, он двигать будет бэк, лор и все такое. Ну, уже двигает, естественно. Итак, да, можно его предзаказать. Интересно, сколько, кстати, книжечка стоит. Прям очень интересно. Книжечка у нас стоит 30 фунтов. Ну, да, неплохо, неплохо так, в принципе, да. Ну, как сказать, скорее, в худшем смысле слово, неплохо. И также можно, ну, вдруг кто-то прям чувствует себя, не знаю, что у него должен быть дома обязательно золотой унитаз тоже и позолоченная книга. Вот. Рядом с позолоченным унитазом или золотым должна быть книжка, обязательно такая, стоит на полочке. Вот. Ну, как вы можете видеть, обычно такие книги всякие, лимитированные, заканчиваются к понедельнику. Но здесь все еще висит предзаказ, поэтому, видимо, нахрена на кому, в общем, не упала эта книжка. Даже владельцам позолоченных унитазов. Можно заказать Трук... Трол... Как это? Трогхер, так называемый. Вот этого короля Труга, так называется коробочка Трукс Грейт Трогхерд. Хрен выговоришь, что называется, но я постарался. Вот он, собственно, новый персонаж. Тот, который на книжке нарисован, который был у нас выше. И ГВшники теперь даже огромных каких-то новых, вообще просто новых персонажей без какого-то... Без подтанцовки не выпускает. То есть, вот, я даже не знаю, ну, скорее всего, цена выше 100 фунтов, 100 пудов, может, даже 150-90. Смотрите, я не прав был. 90 фунтов, но это все равно, ребят, это 10 ксарей где-то примерно. И, скорее всего, будет больше. Да, вот за не самого, в принципе, огромную миниатюру так-то в целом, при этом еще куча троллей. Хотя, не знаю, может быть, даже выгодная цена по сравнению с чем-то, с какими-то другими наборами. Кстати, ребят, вот кто АОСом занимается, скажите, это в целом нормальная цена, адекватная? Или ГВшники, там опять завышение у них, там все такое прочее. Ребл Роуза. Это у нас именной персонаж Гумспайт Гидс, можно предзаказать. Орок Варкланы, вот такой вот набор, батл, как-то он там называется у нас. Короче, у АОСи свои Вангард, вот, это называется Вангард, ну, коробка, в которой куча у нас миниатюр, плюс герои, плюс всякие-всякие другие ребята. Здесь вот у нас, видите, 85 фунтов стоит вот такой вот, например, Вангард. Не очень красивых орков. Зогрок Энвил Смэша, это именной персонаж этих самых ороков, которые у нас такие бронированные, которых я забыл, как называются. Таск Босс на Моу Грунта, офигенная минька, собирается в нескольких вариантах. Артбой Биг Босс, Орок Артбойс, тоже их можно предзаказать. Верт Брут Врекас, набор, который двойной, можно два вида миник собрать из него. Гумспайт Гидс Кубики, симпатичные, вообще люблю сочетание желтых кубиков с черными, черными вот этими точками, символами. Классно, ну, это у нас, кстати, цвета канала нашего, если что, поэтому прикольно. Вот, Айрон Джос, да, называются, конечно же, эти орки. Бесплатная загрузка правил, но мы о них говорили с вами на прошлой неделе. В Блэйк Лайбери можно предзаказать книжку про Индрасту, Заселещу Спир, которую написал Нован Гуэн. Вот, это у нас по Эвенжу Сигмер. Ну, и, собственно, это все. И дальше у нас, смотрите, статья про то, что будет в субботу на этой неделе. Доступна к предзаказу. У нас будут доступны, смотрите, для Хорус Хереси и для 40К, между прочим, Серастус Найт Ахерон, симпатичный парень. Также Серастус Найт Костигатор. Я так понимаю, что это будут два разных набора, потому что почему-то они в разных, да. Не сказано, что это Дабл Кит. Это, видимо, будут две разные коробки. Но зато это Рыцарь в пластике. Рыцарь в пластике, посмотрим, сколько он будет стоить. Не смотрел, пока я, честно говоря, не помню, чтобы они публиковали сцену этой коробки. Внезапно, Made to Order. Это те миниатюры, которые Генсорк Шоп собирает на них предзаказ, а потом отпечатывает. Это, кстати, неплохая штука. Они так поступают и с металлическими миниатюрами, и также поступают и с пластиковыми миниатюрами. Вот здесь у нас старый Aegis, который уже попал в легенды. Поэтому он, в принципе, в большинстве игр, он невалиден, хочу сказать. У меня он есть, он замечательный, но и мне нравится не очень. Но вот, если у кого нет Aegis этого, он, мне кажется, есть чуть ли не у всех. И во многих клубах он валяется. Ну, так или иначе, если вам вдруг этого недостаточно, вдруг пропустили. Вот, можно предзаказать. Также можно заказать бастион имперский. Такой валяется у меня в коробке запечатанной. Хорошая миниатюра. Как-нибудь соберу, покрашу. Вроде даже, думаю, что несложно, может, он покрасится. Волов, марчер. Не только, ну, разные там наборы. Там какие-то секции. Вот эти вот, как они называются. Ну, что-то типа блиндажи, не блиндажи. Короче, вот эти вот окопы. Ну, только, которые над, окопы, которые над землей. Это не окоп, по сути. Напишите, ребята, кто разбирается, как это вообще? Существуют ли это вообще аналоги? Я думаю, что вряд ли. В каком-то современном, в современном, как-то сказать, армейском искусстве. В военном искусстве. Или в прошлом. Поэтому пишите, кто знает. Симпатичные в целом вещи. Вот мой фаворит. Это вот имперский бункер, например. Отличная штука. Набор старый, кривой. Жуть. Ведь даже когда красили, не зачистили облой. Ну, в смысле, вот эти вот линии стыковки пресс-форм. Даже тут цитателевские эти ГВ-шные художники этого не сделали. Но все равно он у меня в сердечке. Есть у меня один такой бункер. Заказывал. Причем, когда еще можно было с сайта ГВ. Поэтому, да. Хорошая штука, хорошая. Вот. И лендинг-пад. Как-то он там называется. Аквила лендинг-пад или как-то так. Сейчас уже точно не вспомню. В общем, для ваших самолетиков, чтобы они могли доземляться. Хорошая подставка для самолета. Да, если покрасили, это, конечно, здорово. Вот. Ну, ладно. Дальше еще можно будет заказать вот такие вот наборы для оформления подставок. Вот такой вот набор мне очень нравится. Потому что здесь реально необычные прикольные подставки. В основном, конечно, под каких-то имперских, мне кажется, персонажей. Но можно и под каких-то других использовать в целом. И, ну, хороший набор. Хороший, действительно. Вот. И набор еще, который мне нравится не очень. Это какие-то плиты, типа разбитые двери. Что-то такое. Пол. Ну, это все можно сделать, на самом деле, самостоятельно. Но, так или иначе, такой набор, оказывается, тоже уже больше не продается. Хотя, где-то, ребята, его еще можно найти, в принципе, у кого-то где-то. Ну, вот, Георгийский шок делают предзаказ на... Ну, предзаказ на... Будут делать предзаказ на Мейт Ордер. Драгфанг Сёрсерс – это новая банда вампиров. Не банда, а команда. Команда вампиров для Бладболл. Это переосмысление, переиздание старой из 90-х, наверное, банды металлических миниатюр для Бладбола. Вот они такие красавцы. Плюс, в одном из прошлых новостных роликов, я вот этого чувака назвал именным персонажем. Или то, что в него кто-то может трансформироваться. Нет, это Варгейст. Это Брут. Брут для команды. Он уже таким начинает на поле боя. То есть, у всех команд Бладбола есть Бруты. Это какие-то там, у кого-то боевые машины, у кого-то это тролли, у кого-то это огромные, там, Краксигоры, например, и ещё чего-то. Вот у вампиров это вот такой прикольный, на самом деле, Варгейст. Плюс будет ещё именной персонаж Каунт Лютер фон Дракенборг. Кэптен Катарина фон Риз, такая пиратка, вампирша-пиратка. Вообще, вампир и пират очень клёвые, на самом деле, ребята, в фэнтези... В фэнтези-бэттлз, вообще прям, лайк, классная тема в целом. И Иван Зе Энимал, Дэс Шрауд. Вот этого чувака я как будто бы даже не видел в новостях до этого. Он выглядит новой миниатюрой, но его как будто никто не показывал, как будто сейчас сюрприз такой. Не знаю, пишите, ребят, в комментариях, если его уже показывали. То, что он Иван, это, конечно, большой респект Иважуху. Но такой вот, знаете, не Крэйзи Иван, а такой Андетт. Ну, он Зе Энимал, видите, животное. Короче, я не знаю, как это всё связано, но выглядит чувак прикольно. Вот, всё это будет, конечно же, в литье, всё это будет у нас на форже. Вот, специальный журнал для суперэнтузиастов Бладбоула. Он называется Спайк, уже 16 выпуск. Будет он посвящён как раз, вот видите, вампирам. Там также какие-то поля, карточки для команды и специальный набор кубиков для вампиров. Кстати, прикольное поле для игры такое, знаете, типа замок. Замок, здорово, здорово. Властелин колец выйдет у нас какая-то настолка, в которой будут... Кстати, между прочим, весь отряд Fellowship of the Ring, который по-русски называется Братство Кольца или Дружество Кольца. И ещё будут какие-то Марийские Гоблины с ними. А Блэк Лайбери нас порадует переизданием, или точнее специальным изданием классической новеллы и первой новеллы про Каяфа Сакейна, легендарного комиссара, который и трус, и герой. И Сэнди Митчелл написал, подписал каждую из 600... 2000 копий. Не знаю, реально подписал 2000 копий, но там, наверное, бедный руку себе стёр. Вот, но тем не менее, видите, подписное, с красивым срезом, там, или как это называется, короче. Такая вот книжка, которую старить не нужно, она уже состаренная для вас. В принципе, ничего такого необыкновенного в ней, наверное, нет, хотя всё будет зависеть от того, какая обложечка. Обложечка есть такая, знаете, в стиле таких советских книг, например, да. Ну, из ткани, ну, типа, как она, из чего там их делали эти обложки. Вот, такая шершавенькая, приятная на ощупь. Ну, не знаю, короче, непонятно, непонятно. И будет тут у нас ещё всякие, значит, новеллы, аудио, и плюс на Вархаммер Плюс какой-то контент. Вархаммер Плюс это такая у нас дыра интересная. Мне, кстати, недавно вышла классная анимация, обязательно посмотрите. Если не знаете, где посмотреть, заходите к нам в группу в Телеграм, ссылочки все в описании. Мы там вам расскажем, где можно посмотреть новую анимацию под названием Пария Нексус. Анимация вот такая вот обалденная, классная, я заценил, мне очень понравилось. Поэтому, да, если не посмотрели, смотрите. И всё такое. Так, у нас статья про 40 лет Вархаммера. 40 лет Вархаммера в этом году, точнее, юбилей Вархаммера, 40-летний в этом году. 14 октября празднуется. Через 4 дня, кстати, мы отмечаем годовщину канала Хоббит Вархаммер. Если что, но об этом как-нибудь в других роликах. Вот у нас в честь этого, в честь этого будет выпущена миниатюра. Вот она моё показывает. Это Эйнхир Чемпион миниатюра Лиг Софоттон. Лиг Воттона. И это у нас такая вот женщина. Дворфиха. Не знаю, как её назвать. В общем, очень похоже на какого-то другого персонажа Эйнхириев. Но вот, ну, как бы, что есть, то есть. Как бы, не знаю, вот 40 лет Вархаммера отмечать вот таким вот, ну, как бы вопросик. Да, пишите в комментариях, как вам вообще вот такая вот миниатюра на 40 лет Вархаммера. Стоит оно того или нет. Но, плюс ещё, всё-таки выходили Чемпионы Эйнхиров. Альтернативный выходил какой-то для Воттонов. Не знаю, короче. В целом, миника прикольная, но достойна ли она 40-летия Вархаммера? ХЗ вообще. Вот, показывает нам здесь непосредственно её щит. Показывает, что в два варианта ещё есть лица. Такой, ну, там, выше мы с вами видели. Без шлема. А здесь у нас прям, ну, в стиле, как это называется-то, Старкрафта, да? Вот, такие вот шлемы. Ну, в целом, это обычный шлем Блик. Вот она. Мне, кстати, больше нравится этот вот вариант, где она такая грозно смотрит из щёлки. Вот. Сейчас будет бить лица, короче. Вот. Если добежит. Далее у нас с вами новость, прям, я считаю, этого выпуска. Это то, что нам показали новые, немножко новых правил для новых детачментов грядущего кодекса с космодесанта. ГВшники нас сейчас с вами хотят по-быстрому, по-быстрому переключить с бесплатных правил на правила платные. Не очень это хорошо, честно говоря, потому что, я думаю, всем понравились бесплатные правила. Особенно тем, кто купил карточки для бесплатных правил, а теперь они, в принципе, спустя буквально несколько месяцев вот так вот, пуф, надо будет покупать новые карточки. Кто-то не покупал, кто-то сделал мудрее, он просто их напечатал и правильно, на самом деле, сделал её. Значит, что нам тут показывают в этой статье, начинается, на самом деле, с того, что нам объявляют, у нас будет, точнее, у космодесантников, будут шесть новых детачментов. Это тот, который есть сейчас, но он, кажется, вроде немножко изменится, вроде нет, нам надо будет посмотреть, когда он уже выйдет непосредственно. Вроде в этой статье про это ничего нет, именно про изменения в нём. Вот, но будет шесть ещё новых детачментов. У космодесанта, как у Тиранит, и, видимо, у всех фракций после них, будут семь детачментов на старте. Семь штук. Прикиньте, сколько это стратагем. Семью шесть, это, ребята, 42 стратагемы, у каждой будет, блин, фракции. Охренеть. Ну, то есть, это надо не только вам самим как-то в голове держать, не путать их, если вы меняете детачменты, но плюс ещё и вашим оппонентам тоже по-хорошему надо будет в голове держать, если это будет именно такая профессиональная матч-плей, турнирная игра, это вообще, мне кажется, мозг сломать. Ну, да ладно, это пока отдалённые какие-то проблемы. Итак, что же здесь у нас будет? Значит, правило армии, во-первых, правило армии космодесанта, которое называется Out of Moment, которое вы не можете поменять никаким образом, не можете выбрать, как детачивать. Нет, правило армии, оно одно, оно пока вот, да, его менять нельзя, и оно будет изменено. Сейчас оно позволяет, называется оно Out of Moment, позволяет оно нам в начале команд-фазы выбрать у противника значит, один отряд, один юнит, и по нему у вас в чине хода будет полный реролл ту хит и полный реролл ту вунд всех бросков. Меняют это правило, ха, теперь только полный реролл ту хит, поэтому но, поэтому но, поэтому, ребята, ну никуда никуда не девается абсолютно реролл ту вунд, он, сейчас я вам расскажу про него. Значит, первый, первый детачмент называется First Company Task Force, ну то есть, какая-то специальная силой первой компании, а это касается в принципе всех орденов космодесанта, у всех есть первая компания, куда входят штернгарды, терминаторы, ветераны, блэдгард, вангард, всякие прочие ребята, что оно дает, раз в битву вы можете использовать эту способность Detachment Rule, видите, Extremis Level Threat, если вы это делаете, то до конца, до начала вашей следующей команд фазы у вас получается прибавка к Out of Moment, вы можете также реролить Too Wound, но видите, эта штука оказалась мега паверной все-таки для фракции космодесанта, поэтому можно будет только раз в битву это сделать, только один раз в битву, выбрать самую важную цель и ее аннигилировать, потому что я играл против космодесанта вот с этим правилом, которое сейчас, когда полный реролл по одной модели Too Hit, полный реролл Too Wound, это, ребят, вот так вот, просто каждый ход вам выщелкивают модель, это очень грустно, это очень стрёмно, я рад, что это таким вот образом пофиксят. Что тут еще будет? Будет нам показывать Enhancement Iron Resolve только для Astartes моделей терминаторской брони, с кейвордом Astartes терминатор, у носителя будет Feel No Pain 5+, но раз в битву этот Feel No Pain можно распространить на отряд, только раз в битву, ребят. и также будет стратагем, одна из стратагем нам показывают Legendary Fortitude называется, значит, все просто, когда вас чарджат, вы эту штуку включаете и по вам, ну, по юнитам именно Adeptus Astartes терминатор, Blade Guard veteran Squad, Storm Guard veteran Squad, Vanguard veteran Squad, по ним у противника будет вычет минус 1 к дамагу. Вот так вот. И дальше нам показывают Detachment Firestorm Assault Force. Правила Detachment будут следующие, называется Close Range Eridication, оружие ваших моделей с кейвортом Adeptus Astartes, оружие дальнего боя получает правило Assault и каждый раз, когда вы стреляете противника в 12 дюймах, то вы добавляете плюс-то к силе характеристики этих атак, то есть к кем-то дипстрайкнулись, добежали, потому что Assault позволяет нам стрелять после адванса, добежали, прыгнули, дипстрайкнулись и плюс-1 к силе. Вот тут нам, в принципе, приводят пример, когда эрадикаторов у нас будет сила десятая на мельтах, будет на пиробластерах будет шестая сила, и в общем, да, будет плюс-1 сила, ребят, это где-то серьезно дает прибавку, когда у вас бросок не 4+, превращается, например, в 3+, или 5+, в 4+, это большая разница. Также нам показали улучшение World Tempered Artifice, это улучшение для персонажа, модель, пехотная модель персонажа получит плюс-3 к всему оружию ближнего боя, то есть, если у него там их несколько, то все получит прибавку 3 к силе, это круто, это мощно на самом деле, ну вот, но может быть есть что-то и получше. Ну что ж, дальше нам с вами показывают еще Gladius Task Force, пишут то, что enhancement, стратагемы, комбат датрины, все останется неизменным, будет также у нас, видимо, изменение какое-то, или добавляют, или что-то переделывают, короче, будет стратагема Armor of Content, стоит она 1 common point, в шутинг-фазу оппонента, выбираете, значит, свою модель, по которой стреляют, и по ней до конца хода, получать, до конца фазы будет ухудшение Armor of Penetration оружия на 1, то есть можно, в принципе, себе неплохой такой, неплохой сделать дебаф АП оппоненту. В принципе, на этом заканчивается статья, достаточно круто, я считаю, посмотрим, конечно, когда выйдет кодекс Space Marine, надеюсь, они станут не такими поломными, какие они сейчас, хотя, вы, наверное, пишите в комментариях, что нет никакого полома, на самом деле, все там, все не так, вот, но, ладно, будущее нас рассудят, да, может быть, и не надо, на самом деле, сколько людей, столько и мнений. Что ж, и последняя статья, на сегодня у нас такая достаточно неожиданная, она посвящена школьным коробкам для поддержки клубов от Games Workshop, я вообще не знал, что есть такой вот Warhammer Alliance, здесь у нас такую вот показывают коробочку, которую бесплатно рассылают школам, которые, у которых, видимо, какой-то договор есть с компанией Games Workshop, не знаю там, но, видимо, это, я думаю, что это все действительно происходит не за деньги, это происходит именно просто потому, что ГВшникам выгодно школьникам толкать Warhammer, и это на самом деле так, мне кажется, одна из основных целевых аудиторий, и плюс, это рекрутмент, ребята, потому что нам нужны свежие хоббисты, нам нужны новые хоббисты, нам нужны новые игроки и всякое такое, вот, поэтому, правильно, что они так делают, здесь, видите, куча всего в этой коробочке для клубов, тут и кисточки, и минички, мы тут видим, кстати, четыре вида миничек, и Штормкаст, и Некрон, и Орг, и Лоялист Космодесантник, а может быть не Лоялист, кто знает, и кисточки, и красочки, какие-то карточки, и террин, даже какой-то картонный, чтобы поиграть, и кубики, и поля, ну, прикольно в целом, вот, и даже что-то можно заказать, видите, Battle Owners, здесь у нас какие-то журналы есть, плюс, что-то типа тут кошельков, хранилище для переноски миниатюр, пенал, какая-то еще штука прикольная, коробочка какая-то, пластиковая, может, для бицов еще что-то, то ли линейка, то ли еще что-то, и какие-то специальные кубики, с значком Warhammer, блин, я такой хочу, на самом деле не очень, вот, и плюс здесь еще разные, кстати, записи, между прочим, семинаров, семинаров, тут в апреле проходил, на Warhammer Festi семинар, тут даже записи какие-то, короче, тут прям забавность, эти чуваки рассуждают на тему обучения Warhammer, и тут вот даже есть у них специальный сайт, Warhammer Alliance, где можно почитать про эту всю историю, ну, короче, прикольные здесь картинки, прям, я вижу, как чувачок такой, сидит и читает про ненависть к Сеносам, и всякое прочее, в общем, да, клёво, вот, значит, помимо сайта есть еще специальная PDF, тоже можно ее посмотреть, ну, там всякие прикольные, на самом деле, мне кажется, вот, вот эти картинки, иллюстрации, такие, ну, забавно, короче, просто посмотреть, чисто как это выглядит, вот, все такое какое-то, знаете, ну, немножечко, блин, слишком, слишком, какое-то веселенькое, слишком миленькое для, для вас, Вархаммера, честно говоря, не знаю, смотрю на это, вроде, здорово, но с другой стороны, блин, оно такое, знаете, коммерческое, такое, предложение, такое, да, вот, как у нас тут все так нило, так плюшево, так пушисто, на самом деле, хобби, оно и правда такое, а почему, оно не какое-то суровое, не надо там, что-то делать, игра, да, игра, от игры у тебя болит одно место, но, в принципе, но есть, кстати, одно из составляющих, видите, комьюнити-то собирать, точнее, коллекционировать, собирать, красить, играть и читать, вот, поэтому, все составляющие здесь есть, вот, и даже квиз книг, видите, вот, чувачок читает, можно, можно себе подобрать книгу, видите, что, что хорошее, что для вас звучит, ну, приятно, допустим, что-то темное, и какое-то там грязное, что-то, что-то такое про приключения, или водная вселенная, кстати, вот, между прочим, здесь можно посмотреть, какая книга будет водной по вселенной, ведь тут у нас нету, иногда говорят, что нету водной книги для вселенной, вот, а тут, может быть, можно себе наролять в этом тесте, какую-нибудь книгу, короче, заходите сюда, смотрите, вот, и роляйте себе что-нибудь, вот, что ж, в принципе, на этом все, мне понравился сегодняшний выпуск, интересные новости, про космодесант, вообще классно, вот, про эту последнюю новость тоже, по-моему, прикольно, вот, детей нужно поддерживать, школьников нужно поддерживать, не стоит забывать, что мы все когда-то были школьниками, а может быть, кто-то даже был увлеченным Вархаммером, в этот период, например, например, ваш покорный слуга, ну, что ж, будням 20.00 по Москве, хобби стримы проходят, приходите, садитесь, крастье, собирайте Вархаммер вместе с нами, с нашей поддержкой, по крайней мере, моральной, группа Телеграм, паблик Телеграм, ссылочки в описании, также есть ВКонтакте, нас можно поддержать, самым простым образом, это подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, оставить любой комментарий под ним, да, там где-то комментарий, написать просто поддержку канала, а также, а также нажать колокольчик, это нам очень поможет, алгоритмы Ютьюба поймут, что контент годный, контент нормальный, будет распространять его на площадке, материал у нас можно поддержать на площадке Бусти, там у нас разные тиры подписки, мы вас приглашаем в закрытый чат, для общения со мной и с Андреем, и также я подписываю вашу честь, одну из миниатюр, в своем 22-м Кадианском полку, вот, астромилитаром, конечно же, вот, и, что ж, друзья, давайте, наверное, до завтра, или до следующего выпуска новостей, как минимум, точно до сегодняшнего стрима, увидимся с вами сегодня, 20.00 по Москве, в группе Телеграм, и, давайте, всем удачи, пока-пока, пока-пока.